Лариса Казакевич Конечно, у него была официальная биография. Но его настоящая судьба намного глубже и трагичней, чем справка из биографического словаря. Мне хочется говорить о папе мужестве, об отваге. Причем об отваге на фронте, это как бы на фронте легче быть отважным, мужественным, чем в той жизни, которая была тогда. И вообще, чем в штатской жизни. О том, какой папа был отважным на фронте, написано в книге воспоминаний о Казакевиче, ходят легенды о нем на войне и так далее. Но он был такой же отважный и в жизни потомки. И потом, знаете, я думаю, что в чем его особенно проявлялась его отвага. Папа был еврей, и он никогда не то что не скрывал, что он еврей, как некоторые делают, а он был евреем на самом деле. Лариса Казакевич рассказала об эпизоде, когда ее отец прямо повлиял на ход литературного процесса середины 20 века. Папа был такой темперамент общественный, хотелось бы в этой деятельности. И он, значит, загнул и осуществил. Монавр, литературная Москва. Это было, вышел он в 56-м году, а она в конце, не помню, неважно. Это было в середине 50-х. Первый в 56-м, а второй в 57-м. Да, или в конце часа 6-го, часа 7-го, ну вот видите, вы помните. И, значит, была создана редколлегия. Там была Маргарита, Олег Гертин, Грибков, и, ну, неважно, я сейчас не помню. Ну, хорошие писатели. Там были, значит, в обоих, в обоих альманахах были такие вещи, которые, в принципе, были непроходные вообще. И какой начался вой, и какой начался и на папу Давилии, и все такое. И устроили собрание в том же самом ЦДЛ, где, значит, все говорили по поводу того, что это, ну, всякие измы, значит, что это там групповщина. И вот самые такие вот страшные обвинения были в адресе, значит, редколлегии, а папа был главным редактором. Там не было написано, папа был, ну, все знали, что это папин про них, и что, как бы, он там главный. И, ну, и, ну, папа потом выступил и сказал, что он не признал этих ошибок. И потом было голосование. В чем, где-то было написано, что Казакевич признал свои ошибки. А это было неправда. Папа приехал, и там тоже все рассказал. И, да, а потом было голосование, и, значит, кто за, ну, я сказал, кто против. А папа себе определил его, как главный, как главный обвиняем. И он поднимает руку, что он против, папа, что он против. И видит, что там где-то сзади еще одна рука. И папа нам говорит, я подумал, что это за идиот, это Тендриком был. Вот они двое были против. И, конечно, прозвучали семейные воспоминания. Мы играли в буриме, в всякие вот литературные игры. Мы даже издавали домашний буревой листок. И там у нас... Да, и у нас там была рубрика «Невзирая на лица и другие части тела». Почтовое ведомство Израиля выпустило марку, на которой изображены так называемые «Ворота Палмера» – главный вход в порт Хайфы. Это место названо в честь британского инженера Фредерика Палмера, который спроектировал Хайфский порт в 1920 году. На марке также размещена известная городская скульптура – рыба с кораблем на спине. Художник Аарон, выполнивший рисунок марки, прошел в «Ворота Палмера» с семилетним репатриантом, когда прибыл в Израиль из Венгрии. Ворота Палмера 75 лет назад началась Вторая мировая война. Английский карикатурист Лоу ясно подметил, как сходятся интересы двух тиранов на нефтедобывающем Востоке. Здравствуйте! Сегодня мы еще раз возвращаемся к нашей теме еврейские корни блатных и даже неблатных русских слов. Например, сегодня слово «кагал». Кагал было официальным термином, который присутствовал в отчетах полиции, царю, о рекрутах, кантонистах в середине XIX века. Но это же слово стало еще и блатным, немного позже, и оно обозначало в блатном языке все общество как бы расширенное, толпу, общество, весь кагал. Ну, конечно, в блатном языке нет совершенно точных определений, терминов, но это могло быть и толпа с одной стороны, и все воровское общество в целом с другой стороны, или там все сидящие в какой-то тюрьме и в колонии и так далее. Кагал, конечно, тут «г» – это русское произношение, «г» – «кагал». Кагал – это древнее слово, обозначающее общину, и еврейскую общину. Еврейскую общину – оно древнее от слова. Например, всем известное в греческом произношении слово «экклезиаст», «экклезиастес», оно на иврите называется «кохелет», именно то, что произносилось среди общества. Те поучения, которые произносились для других, для того, чтобы многие это выслушали и приняли ко вниманию и в сердце. Вот «кохелет» – «экклезиастес», а «экклезия», между прочим, тоже близкое и этимологическое слово на греческом языке, это тоже общество, это общественность, «экклезия». И даже впоследствии так называлась церковь, «экклезия», потому что на иврите это называется «кнесет», то есть «община», «сообщение», несколько иной корень. Так, возвращаемся к нашему Кагалу. Вот именно в русском произношении «кагал» стало одним из самых популярных блатных обозначений. Кагалу Кагалу Кагалу